привет youtube привет подписчики и гости моего канала прошлом видосе видели да как я собрал два самых простейших полноценных сцепления кто не видел ссылочка вот здесь будет в углу переходите посмотрите вот значит попросили меня показать радиальное вращение насколько она там дает отклонения в общем не знаю не нашел способа как зажать ступицу автомобильную до заднего там слишком не за что схватиться будем так говорить чтобы плотно и зажать потому что это все-таки вес имеет в общем поставил просто его на верстак зажал линейку в качестве индикатора подвел ее до края край не чищенный подвел ее сложил вот лист формата 4 в 2 раза и выставил зазор вот так тугенько проходит выставил зазор сейчас вот так буду держать будем смотреть так успокойся и просили показать как он радиально смещается да никак он не смещается болты конусом центруют сам диск может сместиться только шкив потому что он промежуточный вот и все давайте сейчас запустим аккуратненько так сверстака его не сдвинуть и все вот она смотрим я думаю будет видно так показать чтобы она была действительно видно еще разок не могу выставить правильно руку вот короче как то так то есть смещение радиального никакого нет это еще будем говорить вот коррозия на диске где-то на 1 больше где-то меньше если бы было смещение да вы где-то грубо говоря то он бы делал бы вот так а так она вот шкребет по всей поверхности можем сейчас еще отодвинуть вроде подальше да чтоб было позаметнее давайте сделаем вот такой зазорчик не будет может заметнее запускаем и смотрим вот это одно сцепление мужики сейчас я соберу это все на место как должно быть и запущу уже на вот этом кулаке поворотно но здесь возможно не знаю как его закрепить будет ну как-то закреплю потому что снизу граната сейчас что-нибудь придумаю то есть убедились да что здесь смещения нет кстати повторюсь задают тоже вопросы это тормозные диски вас 2101 2107 девятошные они у здесь короче вот и по сцеплению мы сейчас еще вернемся распилил я там два диска сцепления показать что действительно работает только три пружины на шести пружином и абсолютно две в обратном направлении на четырех пружином то не верит народ ладно собираю сцепление и смотрим так в общем кое-как нашел положение как промерить кусок металла белого чтобы было видно не знаю как камеру подержать потому что надо вращать за гранату вот так вот подвел угольник не знаю вообще по минимуму ну думаю видно будет насчет биение также без корзины потому что она слишком тяжелая и так кое-как зажал то есть радиальное биение досмотрим вот как то так так что кто сомневается мужики не нужно сомневаться все работает все абсолютно нормально работает так что радиально все отлично что там что здесь за это я как бы и не думал и не переживал потому что все оно само собой получается вот такие вот дела да кстати по дискам сцепления сейчас я тут приберусь покажу так по дискам блин забыл показать еще осевое осевое да есть смещение нету но сейчас расскажу пока ничего не разбирал обратно зажим в кисы в общем что тут важно главное чтобы плоскость как вот плоскость будет себя вести так будет вести и и корзина и все остальное потому что все это прикручивается вот сюда к этому не знаю она просто тяжелая подставлять ладно это мы еще вернемся к этому не раз в общем по дискам я вчера оговорился во вчерашнем видосе да ссылочка была там в начале вверху кто не видел посмотрите или на канал на канале перейдите в общем я вчера оговорился сказал что при скорости назад работают только три пружины я имел ввиду не скорости кпп да не коробку передач вот диск понятное дело он крутится с маховиком с корзиной всегда в одном направлении да и когда выжимаем сцепление он там останавливается вот он гасит как раз таки вот эти колебания двигателя до коробки вот и имел ввиду что обратное обратное движение у него происходит только на три приходится на три пружины то есть в одну сторону когда мы трогаемся работают все шесть когда мы переключаемся коробкой допустим допустим один из моментов с четвертой там на третью там с третьей на вторую идет вот эта вот нагрузка в эту нагрузку как раз когда работают три пружины вот ну и соответственно все это гасится только за счет этого если бы они все работали одинаково то вот этого бы эффекта ошения абсолютно не было есть диски без пружин ну там уже вся эта система устроена в сам маховик но это совсем другая система она нам не подходит она слишком дорогая так распилил я распилил я один диск показать и распилил свой показать в общем что мы здесь видим может кто-то не распиливал не знает здесь мы видим постоянно работающие пружины в одну и в другую сторону они имеют окна чуть поменьше на вот этой вот штукенции где у нас нарезаны не туда стал нету достал вот это вот через одну вот они имеют окна чуть поменьше другие имеют окна вот с такой вот выборкой они побольше то есть здесь идет вот такой вот как показать одну боль вот такой вот ход вы не думайте что здесь они вжимаются разжимаются там нет у них тут ход минимальный они чисто гасят вот эту вибрацию потому что если бы здесь было все так печально и сильно вот эти бе вещи диск вот тут вообще он где-то миллиметр толщиной средняя часть вот это толщиной где-то миллиметр и и бы гнула корежила разрывала отрывала и все остальное не говоря уже вот этих креплениях куда она должно якобы упираться нет она не упирается здесь даже выработки нет абсолютно никакой ни на пальцах ни на этих ничего то есть вот этот вот вот этот вот небольшой он тут ход как раз таки работают только три пружины другом направлении работают шесть что в случае с четырьмя пружинами с диском тут еще проще конструкторы сделали не знаю зачем вообще это сделано они сделали вот такие окна то есть здесь вообще они даже на металле сэкономили чтоб не доливать здесь сторону с одной и с другой стороны да они здесь сделали вообще то есть в одну сторону работают все четыре пружины в правильную а здесь они вообще не задействованы такое ощущение что и здесь не должно быть так что в обратном направлении работают только половина пружин что здесь что здесь это вам скажет любой специалист я таким не являюсь но я привык верить людям на слово как-то так все сейчас показываю осевое так ну теперь на осевое сейчас вот штатив в руки взял на верстак его вообще никак не поставить здесь я стачивал вот этот бортик который от выработки да здесь остался здесь блин дождь начинается шуруповерку не надо убрать так ну поставил так максимально сейчас попробую настроить так что видно было максимально близко извиняюсь за ветер короче может задувать блин дождь начинается смотрим еще раз потому что не могу фокус толком навести так ну это первое второе сейчас если успею покажу ну и соответственно этот диск но здесь он никак не закреплен просто стоит на верстаке также максимально близко поставил зажал линейку ну могу рукой здесь немножечко его конечно тронуть ну попробуем потихонечку так чтобы не создавать вибрацию вот она осевая площадь диска я думаю видно я думаю видно так что все зависит от этой плоскости именно к ней крепится корзина диск сцепления ступица а что с ней станется я ничего здесь не менял геометрию никакую этим всем вещам просто поставил наоборот как то так ладно всем пока мужики с вами был Санек будут какие вопросы а вопросы наверное будут еще по вот этим звездам будет видос еще и всему остальному как то так все всем пока пошел я работать а что а все Субтитры создавал DimaTorzok